Но очень хорошо, что ты лично почти контролируешь процесс производства КОС. Блин, у нас товарищи вообще в самых разных сферах выяснится, что везде есть люди, везде. Либо есть, либо были, либо будут. Спасибо вам большое. Это я опять к суду возвращаюсь. Лин Чи Мик, два корейца. Повторюсь, то, что мы сейчас увидим, если в отрыве от графики, конечно же. Которое мыло, блин, примыло, будет очень высокого уровня. По крайней мере, на данный момент это один сильнейший представитель своей расы, второй, ну, как минимум в топ-2. Там не пластик какой-то, топ-призы, все на уровне. Класс. Эксперт-криминалист не нужен, Зика. Ну вот когда был анклав, может быть и пригодился бы нам эксперт-криминалист. Надо было достать каким-то фотографии, образом фотографии с детьми непосредственно. А что с изображением? Ну, монитор можешь протереть, но вряд ли станет сильно лучше. Это графика рефорж, и настройки по кодировщику не такие высокие, поэтому детали теряются, все довольно мыльное. Пивотехник, есть ссылочка на ютубе, новости очень хорошие, посмотри, зарядись позитивом по отношению к ситуации, негативом по отношению к КХЛ, и все хорошо, в общем. Борман говорит, по вскрытию можете вопросы закрыть, если что. Неплохо. По вскрытию, закрыть. По вскрытию открывать не хочется вопросы, но закрывать тоже надо, если уж приходится, надо закрывать такие вопросы, согласен. Буду знать, спасибо вам. Ну давайте болеть за хавка, то бишь за чаймика. Лин, конечно, машина. Если вдруг, как бы, ну, ключевую информацию тоже повторить, Лин самый стабильный орк, самый топовый орк по статистике за всю историю Варкрафта. То есть это человек, который навыигрывал больше всех, уступил только Муну, эльфу, по сумме выигрышей. Он вместе с Муном долгое время был одним из самых, или, скорее всего, самым высокооплачиваемым игроком. Там зарплаты были за 10к евро в месяц, без учета, соответственно, тех призовых, которые ты выигрываешь. То есть он на одних только призовых заработал около шести сотен тысяч долларов и, ну, и еще зарплаты. Ну, это все заслуженно, как бы, потому что близкого по уровню человека в Корее, ну, в Корее были, конечно, в мире только Граби, наверное. Можно поставить рядом с Лином. Вот, но Лин, конечно, машина. Машина. Сизиджи говорит, живу около Челябинска, будет еще турнир и приеду обязательно. Приезжай обязательно. Приезжай обязательно, зря не приехал в прошлый раз. Мероприятие было хорошее. За карты нельзя? За карт недолго. А, через свой стример. Я же говорю специально, слова использовать такие, как дистанция, на протяжении длительного времени, понимаешь? За карт же старенький орк. Он был в топе где-то до 2005 года, насколько я помню. Вот. А Малин, конечно... Во, Нигма говорит, за карт в 2005 закончил. Ну, Арчи, знаете, такой токсик. Привет. Я не слышал, говорит, он пёс. Привет, привет, Арчер. Не, Арчер хороший. У нас даже на ГГ какое-то время поработал. Причем у него такая работа была, которую... После которой еще с плэшем доходило. То есть он работал над привлечением стримеров и местами справлялся очень хорошо. Так что, Арчер, респект. Нам сейчас, кстати, такого человека не хватает. Так, давайте. За Чаймика. Панду спрашивает. Не хочешь с Хавком дуэтом покомментить? Да не, не очень хочу. Можно интервьюшку какую-то, но особо... Особо не хочу. Сутенер, вербовщик. Неплохо. Фио Сэн, здравствуй. А вот пандарейский пивовар — это довольно интересное решение вторым героям. Да-да-да. Это хорошая подстройка против хэдхантеров, не знаю. Просто хумены довольно консервативные в плане выбора героев. Но благодаря аурии Архмага, ты в целом можешь брать любого героя, у которого ценные заклинания. Ну, я имею в виду как раз вот Таурен. Ну, ты не можешь брать Таурен, но привожу пример. Малтун Кинг, Таурен, Панда, Питлорд. И, соответственно, ты можешь спокойнее выбирать что-нибудь более подходящее против именно как раз хэдхантеров. А сложно выбрать кого-то более подходящего. Понятно, что у МК есть Клэп, бла-бла-бла, товарищи скажут, что тоже массово. Но у Клэпа есть минусы. Во-первых, тебе с Клэпом нужно подходить. Панда может дышать более-менее на дистанции. Во-вторых, Клэп, он ринжа поменьше в Клэпе. А хэдхантеры, они такие ринжовые и довольно хорошо распределены. То есть ты не можешь клэпнуть прямо на всех, если орк, правда, кучно не встанет. Вот. Плюс дебаф панды, я имею в виду винные пары, которые при таком билде орк-то вообще не это самое. Не, ну, не может снести, ну, массовым дисполом. Он же там в шаманов идет, правильно? Видалец говорит, Варкрафт рефоржет новый стрим, и мыло капает с экрана. А мы ведь графику хотим, и махач, чтобы кровь хлыстала. Спасибо, видалец. Вот. И, соответственно, винные пары, они по дебафу, по боевому дебафу, по крайней мере, лучше, чем Клэп оглушение. И действует дольше, и эффект лучше. Но хуманы часто перестраиваются медленно, потому что привычка, помните, свыше нам данного. Когда ты играешь АММК, АММК, у тебя просто рука тянется на М, потом на Т, а потом на С. Вот. Ну, никак не на Д и на Ф. Точнее, на Ф и на Д, потому что... Нет, подожди, винные пары сначала Д, потом Ф. Дранкен Хейс. Короче, Панда, отличное решение, я вам так скажу. Да, нет Хирокила. Это минус. Типа молоточек не кинуть. Но зато колоссальный дебаф. Потому что, например, те же самые первые винные пары полностью контрят берсерков. Ну, в плане прожим берсерков. То есть, вот эти вот 45% мисов на 50% скорости атаки почти то на то и выходят. Поэтому Чимико подготовился. Респект ему за это. Ой, опасный момент. Добил. Или не добил. Форсир. Вот я не зафиксировал количество экспы. Кто-нибудь, если несложно, перемотайте, пожалуйста. Форсир добил или не добил? Парыш снимается при поджоге. Не, пары не снимается при поджоге. Кажется, не снимается при поджоге пары. Не, не снимается пары при поджоге. Ты и горишь, и промахиваешься. Точно не снимаются. Двуров, хорошо, спасибо, я постараюсь. Да не, я вспомнил просто гарк, который горят и мажет, и все. Пары снимаются при смерти. Пары еще действуют 12 секунд. В отличие от Клэпа, который там 6-ти, что ли, секундный. Ой, какой неудачный момент для нычки. Это понял сейчас Чаймика. Ой, кривые винные пары. Ну, видите, шаманы и эти, и хатхантеры. Стенка на стенку. Хилвард хороший. Снимает его, но он какое-то количество здоровья восстановил. Здесь без ополченцев сложновато. Ополченцы подходят. Съел лин этого брейкера. Пока не очень хорошо все для Чая. Товарена пытаются окружить. Ой, как близко было. Хорошее дыхание. Все красный орка. Но третий уровень получает. Капец. Такое все красное. Ушло. Только все это не поможет против бешеной коровы, летающей в твою толпу. Да, смотри. Смысл коровы в том числе и в том, чтобы выиграть время, пока ДПСят остальные. То есть, если у противника не будет нормального, ну, армия будет дебафнутая, это косвенный корову контрит. Ну и в конце концов, помнишь, темы, когда корове специально покупают инвулу, ты, в принципе, и МКО, и ты ее не сильно стабильно контришь. Что за предмет у АМа? Это хилвард. Телепорт хилвард. Мантия. И опять отменяет экспант. Чимико все никак не может справиться с... Ему еще панда третья нужна. Вот, не хватает ему. Нет, здесь Лин выигрывает, к сожалению. Блин, хавка жалко. Ну вот. Да, этого ловят брейкера. Вообще Лин перестроился. Минус сорочка. Хилвард. Подрезал там одного несчастного тролля. Третий уровень не получил. Третий уровень получил. Панда. 45 на 48. Ополченцы бегут вперед. Ой, какое вдыхание. Какие пары. Лайтник щилд. Слева прекрасный. Тауриан встречает ополченцев с Соленова. Диспел. Еще Лайтник щилд. У-у-у. Еще хилвард. Кадой пытается сожрать. Да. Ну все, панда пустая, без маны. Это ггшечка. Это уже следствие. Следствие. Хавка, есть еще шанс на выход из группы? Если сейчас Лин побеждает, то нет. Ставит базу еще Лин. Машина. Он вообще, в общем-то, фаворит. То есть он вполне может топ-1, топ-2 взять. Там вопрос к Муну. Но если мы вспомним, например, как отвечали игроки в интервью перед, ну, перед началом. Лин всегда попадал в топ-4. То есть Мун, Лин это вот то, с чего начинали вообще все. Свой ответ на вопрос, кто в топ-4 за... Лей-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хороший хрипджек. Панда невидимая. Дыхание сейчас можно с троих кинуть. Ну, давай. Минус 2. Давай, Чаймика, тащи. Не, вообще он может затащить. Сейчас как раз база. И у него лимит есть. Да ладно, да ладно. Чайок, захавка, давай. Давай, захавка, вписывайся. Прошлое сражение очень хорошо Орк выиграл за счет двух свитков лечения. Сейчас, правда, он тоже купил два свитка еще. Чай только сейчас делает разведку, увидит, что там экспон делается. Да, за себя и за хавка. За хашку. За хошка. О, можно халяву нычку отменить. Не, шансы есть, но... Небольшой 4-й форсир. 4-й Тауриан сейчас будет. О, отменил базу. Да надо панду крепить в правом нижнем углу. Может, красную забрать как-то, не знаю, как. Чай просто идет в атаку. Блин, ты такой агрессивный, капец. Ну, разок он поймал, видите, как хорошо. Как переводится китайское... О-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это... Это... Блин, даже пошутить не получилось. Как обычно. Не знаю. Опа-опа-опа! Вот так, наверное, переводится. Хорошо. Винные пары дыхания. Но вне позиции сейчас немножечко чаймика. 48-50. Ополченцы побежали, я вижу. Панда в самую кучу кидает. Винные пары дыхания. Шикарно! О-о-о-о! Там все замедленное, все мажет. Еще на развороте. Лайтнинг щилд на Таурене. Винные пары дыхания. Свиток хороший! Спас брейкера! А подрезал рейдера! О-о-о-о! О-о-о! Чай разменялся плюс. Да потому что, когда у вас летают винные пары на пол-армии, которые заставляют вас мазать почти 50-процентной вероятностью, это повод сделать спирит-волкеров для того, чтобы задиспелить это все. Понимаете? Я же вам про панду пол-игры. Зачем рассказываю? Что очень удачный выбор, как раз против такого микса врага. Элементаль сейчас найдет нычку орковскую. Блин, а чай еще сидит в лимите 50, у нее 750 голды. Сейчас можно из лимита так выйти опасно. О-о-о! О-о-о! А он не выходит. Там тоже почти 4-4, смотрите, уже почти 4-ая М, почти 4-ая панда. Ой, Форсир! Форсир! Форсиро ловит, он спокойно уходит. Выкупил два свитка, а у нас свитков нет. Блин, во второй магаз, что ли, идти? Но штурмовать-то сейчас нельзя. Только сейчас выход из лимита идет. Пандарис Квивар, винные пары дыхания. Шикарное! Шикарное! Е! Брейкеры пытаются Таурена окружить. Пандариский! Чайник, винные пары дыхания. Но сейчас свитка не хватает. Хума, ну! Ну там все горит, рейдеры сгорают, панду бьют, панду бьют! Панду бьют, у него инвулл 15 секунд, и хрен ты панду убьешь! Ой, сейчас еще винные пары дыхания. Ой, там разваливается вся орда, горит! И выход из лимита, правда, у нас у врага 57 лимит, он тоже вышел. Надо вышку как-то пробивать. Да хватит лагать, слышь, куда-нибудь. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ну! Блин! Блин! Ребята, важный момент! Ну и ясно. Все сбой. Пробуем Back to Warcraft. О, Blizzard у Архмага, ребята, заработал. 54 на 46. Лышка пробил. Почти пятый ФС. Почти пятый Таурен. Ой, какой хороший... Ой, как дышит! Как же панда тащит здесь! А-а-а, еще сейчас Blizzard сверху! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хватит ли панды только здесь одной? Где Blizzard? А, маны на Blizzard нет. Еще винные пары дыхания. Мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс. Мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс. Цветок лечения. Близзард пошел! Сейчас еще винные пары дыхания. Стомп. Архмага бьют. Делает телепорт. Еще дыхание. Таурен, может... Блин, не добил рейдера. Все красное, но все живое. 56 лимит на 49. Ну все очень. Мика нужно сейчас что-то думать. Либо контратаку какую-то организовывать, либо... Либо ставить самому базу. Да-а-а. На пятом уровне будет все очень плохо. Для Хумена. Покупает цветок лечения. Идет в атаку. 49 на 60. Плюс, скорее всего, там в кодуях что-то переваривается. Просто переварит, и будет все. И будет... Пятый. Хороший. Ну не совсем хороший на самом деле. Слоу, 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 слоу. Заливка. В Архмага кидают. Архмагу подходят. Инвулл прям под стом. Шикарный. Хватит ли этого чайник. Свиток лечения после чайника. Стом. Панды подставляют. Таурен пятый. Лайтнинг щилд на Таурене. Страшное зрелище. 39-37 лимита. Да, это ггшечка. Разваливается чай. Ну, Панди одной здесь сложновато тащить. Гг. Ну, и Хавк не выходит из группы. Ну, не то чтобы этого стоило ожидать, но шансов на победу у Лина было больше, чем мы чаем. Тем не менее, игра очень близкая. Спутник говорит, всем привет. Хотел спросить, после варика будет XCOM? Будет, только я не знаю, что я буду делать в XCOM. Но у меня варианты новый трай. Реэмиссии или доигрывать миссию как получится, тогда, скорее всего, все равно новый трай после нее будет. Ну, потому что там уже слишком много жертв. Ну, у Чай было несколько вариантов неудачных попыток постановок. Экспанда своего. Очень четкий тайминг от Лина. И упырят четвертым. Есть расписание матча за день. Ну, его периодически на трансляции показывают. Есть вот такая картиночка, она довольно показательная. Следующий матч как раз Фогги против Лолайта. Но для начала мы досмотрим еще одну карту Линча и Мика. Возможно, стоило раньше переучиться на Близзард. Потому что шаманы есть, все равно Пурдж есть, она и Алема. Ну, и сражаться удачнее, конечно, контролить лучше. Панды он замечательно закидывал, но иногда не в очень удачных ситуациях сражался. Финрир, говорит, поддержал каналом 279 рублей, сообщает в преддверии стрима X-Choman на профилактику и лечение нервных. Да, не, ну, мы в этом трайве все равно настолько далеко прошли, столько имбовых вещей нашли, что я даже не знаю. Следующий первый трайд, ну, точно победным будет. Тут так НВУ прожал просто классно, прям под стомп, под анимацию Таурена. В Португалии они говорят не чай, а чая. Вот так вот, спасибо, Fox & Frog, я не знаю, как я жил без этой информации. Спасибо. Теперь картина мира у меня окончательно завершена. Показывают портретики, которые сделали специально на Нинсиде. Доруда говорит, Лунь 2-0. Ну да, это ожидается, ожидается. Но мне кажется, что будет 1-1. Потому что слишком много... То есть Лин вообще панду не законтрил. То есть он ее... Она работала лучше, чем Таурен, чем кто бы то ни было там. Если брать нанесенный урон и количество дебафа, которое она накидывала. То есть это просто такой стратой не контрится. Тебе не хватает... Ну, ты же не будешь пурджить каждые там 10-12 секунд 5-6 своих юнитов. Привет, Майкер. Привет из Казахстана. Смотрю уже около двух лет. Решил зарегистрироваться. Заодно вопрос, когда будет варик в старой графике? Большинство турниров проходит в варике по... Ну, по Варкрафту, который турнир проходит, проходит на старой графике. Голд, к сожалению, этот голд. Это печальное исключение из правил. Поэтому я думаю, что следующий турик, а он будет на следующей неделе... Не знаю, правда, какой. Как правило, много. Будет на классической графике. Ну и, конечно, традиционно тебя защеглили. Не переживай, это нормально. Мы всех приветствуем, пользователей. И Видалетс дарит тебе прямочок на целый месяц. Это подписка на данный канал. То есть у тебя цвет поменяется, иконочка, анимированные смайлики. Этого канала будет. Реклама в рамках канала отключается, правда, я сейчас... Хотя видеореклама вроде есть какая-то. В общем, добро пожаловать. Так, но... А меня не заметили, говорит, на XZ3. Что-то, да, я пропустил. На XZ3. А, привет, здравствуй, здравствуй. Ну, это маленькое сообщение такое, оно затерялось в других. Здравствуй, Арктонс. Добрый день, добрый день. У нас жара дикая, я не знаю, что бы я делал без Кандея, потому что, ну, невозможно просто. Душно. Потом еще пальто написал в чате, какую-то фигню. Поэтому... О, Бонник, здравствуй. Традиционно там он вырывается с Хайменом своим. Видалец Найк ударит прям. Где Аспирант? А может сделать, чтобы смурфы не были щеглами? Можно, кстати, но это не обузит особо. Да и Аспирант, кстати, проверяет по теме. Пальто говорит, значит, я смотрел все матчи, рассказываю, что было и будет. И кому-то... Что кому надо было выйти, а пальто... Да, так и есть. Пальто пишет фигню. Все правильно ты написал. Ну, ты написал какую-то фигню в начале сообщения, а в конце все правильно. Пальто фигню пишет, да. Все правильно. Пальто бан, я считаю. Забанить бы того человека, который такую траву нарисовал на этой карте. Вот я понимаю, было бы неплохо. Приносишь ты такую траву... Ну, главному дизайнеру. И он тебя так на месяц... В неоплачиваемый отпуск отправляет. Такая трава. Нам не нужна. Кто там главный в Близзард по траве, я не знаю. Но на это смотреть очень тяжело. А ничего, дорожку протоптали. Ну, так оно получается. Довольно реалистично. Трава на аутсорсе. Да, это интересная тема. Дают траву аутсорсить какому-нибудь товарищу в Индии. У них там трава одного цвета, да? Дают как аутсорсить траву, не знаю, где-нибудь в Северной, ну, не знаю, где-нибудь в Швеции, допустим. Там она уже такая, не такая яркая, не такая сочная. Мистер Ди личное сообщение пишет. Миша, а фокус хуже ли на? По результатам, да. По микроконтролю проигрывает все-таки. Фокус, как правило, всегда был хуже Линам. Да, возможно, отдали на аутсорс-художнику, который за полярным кругом, например. И там у них с травой проблемы. Лайн Антивирус говорит, смотрю, уже больше 10 лет. Отлужил, видимо, отслужил, женился, развелся, женился, воспитываю сына. Переехал, сменил кучу работ. И только... Еееее. Спасибо тебе за такое... За такое... Ах, столько судеб, столько интересных историй у нас, Лайн Антивирус. Благодарю тебя. Жене привет. Не знаю, как там... Щеглу футболку. У нас на севере травы нет, говорит Фенхрир. Фенхрир. Одни мхи или шайники. Да, в Иркуте та же самая тема была. Опа, и Степту Лайт спрашивает по поводу завтрашнего стримфеста. Его перенесли на начало августа. Это не новость. Не переживай, в большинстве случаев все ок. Нет, его перенесли на август. Ты просто написал, завтра можно будет купить мерч на стримфесте. А завтра стримфеста нет. По крайней мере, я о нем не знаю. Так, давайте к игре. Тут на самом деле Форсир уже пропушивает Чаймика на базе. Доделывает дефенс. Ой, хорошо Степту Лайт, что ты... Что-то уточнить решил этот вопрос. Nike Z3. Да, спасибо большое. Это важная вещь тоже. Вообще, на стримфест от КХЛ можно было представителей... На стримфест от ГГ можно представителей КХЛ отправлять, предлагают. Да, это был бы странный опыт. Футмены жмут хэдхантеров, потому что есть уже дефенс, и нет рядом Форсира, поэтому урон, который хэдхантеры могут наносить футменам, он очень несерьезный. Попытались перехватить еще ФС, а если бы он моргнул, то его могли окружить. Пандарийский пивовар дышит сразу сходу, криво дышит на двоих всего лишь. И пошел Реген. Делит хэдхантеров. Хм, прям подпушивает, прям так, как в прошлый раз. Войт, 86, говорит, наконец-то попал на стрим, продолжает делать классные живые стримы, особенно ФФА. Блин, сто лет ФФА не было. Спасибо тебе за то, что написал. Эх, да, я не особо сейчас хочу ФФАшечку. Отменяет спирит лодж. Похоже, что удастся. Да, на последних, на последних хитах, что футмен, но он умрет, что архмаг убегает. Преследует хэдхантеров по карте пандарийский. Еще второго хэдхантера преследует. Интересные погони такие в разных частях карты, причем. Спасибо, что предупредил. Ну, естественно, какие... Я бы промолчал сейчас после этого сообщения. Это то, что ты написал, повлияло. Странный никнейм у BDSM польский. Так, дыхание минус хэдхантер. Хорошо. Не, я ставлю здесь на Чаймика. Будет 1-1. Просто потому, что, скорее всего, Лин не будет менять принципиально стратегию свою. А это значит, что если не будет таких ошибок у Чая, ну, невыгодных сражений, так скажем. То... Ой, асперант здесь. Еее. Форсир Хараси такой бесячий. Просто бегает и лапкой перебивает лечение. Элементаль классно был вызван. Видели? Сносно говорит, добрый день. Приложение на фон. Какой-то трабл с чатом. Сообщение новое не приходит. Написано, не отправляется. А в каком приложении, интересно? В старом или в новом? У нас реально обнову была сейчас в новом приложении, насколько я понимаю. Не знаю, успела она до релиза дойти или нет. Ну, лучше через приложуха репортить. Мне это не нравится, что Чая вообще не работает по криппингу панды. Ну, то есть совсем он... Он как будто не старается. А панда — это тот же самый таурен. У нее те же самые задачи. По нечетным уровням. Гораздо важнее, чем... А, нет, сейчас начинает. Возможно, он хотел как-то отогнать или крипджекнуть как раз. Вот я на ГГ и сразу подару ног. Подару ног! Да... Да ГГ хорошо. Панда здесь получает второй. Очень медленно крепится. Потому что кастеры голема никак. А тут таурен третий. Ну, вот должно быть то же самое, только панда третья тоже. Не два с половиной, а три. подарунок ударение на у видимо украинский теория на перехватывают но он не настоящий и прокрепиться уже не получится может рядом орк если ты начнешь крепится ты можешь попасть вери торг справа грамотно отправил фута направо чтобы успеть перегруппироваться красиво красиво вот сейчас игра значительно чище чем прошлое оба как бы сейчас чайник может прилететь дыхание взял оба крепятся и вот вы увидите если будет равные уровни героев равные лимиты он будет проигрывать сражение за свитком заходит нам на карте только один магаз а свитки нужны обоим ставит линэкспант на лимите 50 а чай выходит почти классический из лимитом проверяет эксп на стандартные точки но ему бы третью панду получить все еще актуальна эта задача там уже четвертый торин гораздо хуже крепится чая гораздо хуже чай крепится хотя как бы у него ну те же самые возможности тот же самый лимит лимиты сопоставимы 58 60 и сейчас чай будет давить если он знает конечно об экспанде а он думал что там эксп и маг не переучился на blizzard там есть стомп начинается битва стомп где панда вообще не кастует вот винные пары дыхание вот оно торин врывается стомп очень хороших кучи lightning shield диспол свиток дыхание свиток лечения торком брекер падает потихонечку лимиты все еще сопоставимы но орка все красное внизу посмотрите нам не показывают как панда может сейчас сдуть часть юнитов там сплит такой прекрасный от лина у панду тыкают если на волто мне она выходит спокойно в инвизе причем уходит 53 59 чемика больше по лимиту панду и волнадо делать инвол шикарный я говорил что лин развалится при равных он разваливается панда 4 но там экспант есть на самом деле о котором чимика не знает 45 57 на минус 12 лимита наиграл нужно делать разведку нужно пытаться понять где там что у врага продолжать атаку и кажется да я направился на экспант видите как хорошо свиток захочет зайдет купит правильная вещь очень правильная что-то продал может инвул даже возьмет а продал трушетауру ну вот видите чая ошибается как он только сейчас находит а он за кодоем бегает он только сейчас убеждается в том что там есть экспант у врага купил и свиток и инвул но он дает лину сейчас время на восстановление во первых там обкип ну нормальный обкип без штрафа во вторых у него какое-то время нычка поработала за нычку орг будет похоже сражаться хотя не обязан в общем то да сдает это очень грамотное решение конечно от лина не не врываться сейчас ему выгодно затягивать у него турен почти пятый база даже где-то полминутки подобывала то есть она почти в ноль сыграла нычка то окупается где-то секунд за 40 45 первых если вот обычная такая строится без затрат все если ты рабочих спас они эти там 350 тебе 400 голды собирают за 35-40 секунд и все не не вот лин с такими грамотными блин решениями он вполне может в игре еще не просто остаться но и выиграть потому что он вот сейчас если пошел это было финальное сражение не факт что в этом финальном сражении у него на полную бы пятый турен отыграл потому что его не было на тот момент он должен был получать в процессе этот уровень соответственно ему нужно было потратить там один два стомпа до того как он этот пятый уровень получит а так он спокойно добил пятый сдал москву в общем-то ничего страшного и еще при этом сидит на лимите 50 и ставит базу не это наглость конечно капец лин лин офигел просто офигел ой сейчас очень хорошо можно дыхнуть все в куче все горит когда и пытаются пройти брейкера сверху надо убирать не убрал а у на вейв переучился не это не не вариант панда просто унижает армию лина вейв хороший минус 4 минус 3 кастера и рабочий красиво было сейчас если у вас нет массового диспала панда не контрится то есть либо у вас спелл мюн юниты а орков нет к сожалению спелл мюн юнитов у всех раз есть а орка ни одного нет вот либо ты ну просто стоишь пьяный пока у нее мана есть а на четвертом уровне миссы уже 65 процентов то есть ты промахиваешься два удара из трех такого колоссального дебафа массового я наверное ни одного героя нет поправьте меня вот даже на вторые пары они переплевывают там третий хауль я не говорю еще про то что они там на 30 процентов скорость перемещения замедляют делать его 65 процентов промаха это же невозможно игнорить просто кто андэдов спелл мюн юн 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 ю resort поэтому без спиритволкеров против такой тему нельзя играть Поэтому я и говорю, что второй матч Чимика, если, ну, должен затаскивать, потому что, ну, Лин не меняет, не меняет свою страту С Том Круч, его тоже невозможно игнорить, а еще он не диспелится Да, да Клап ему Канни лучше Ну, по дебафам нет То есть он замедляет скорость атаки тоже, но не так драматично Я не помню, если честно, цифры точных Там, скорее всего, типа, там, не знаю, 30, 40, 50 Это из головы, я не помню точно Да ветер, это вброс от него Это абсолютно разные скиллы по механике И по длительности, и по эффекту много почему И по стоимости Ну и все, опять все в кучу, все пьяное, все горит Только спиритволкеры здесь, только спиритволкеры, друзья Больше ничего не поможет И сейчас Лин тыкается, мыкается Плюс он на это же тратит деньги, для того, чтобы восстановиться Восстановить армию Панда спокойно стоит под регенерацией второй архмага И восстанавливается быстро А когда панда пятая болит О-о-о-о Жуть Пятая панда Рабочий шел на разведку, чаймиковский Экспанд, не знаю, увидел он его, не увидел Скорее всего, увидел Смотрел позапрошлую трансляцию на ютубе Ты говорил, что если перейти на гг, то варкафт будет старой графики Не нашел такой опции в плеере Может браузер не тот Уже все перепроверил, не знаю, как переключить Ты троллишь на xz3? Не, ну это был такой, это была такая шутка Потому что, ну Везде такая графика, к сожалению Я старался, конечно, не улыбаться, когда рассказывал про эти преимущества Но К сожалению, турнир можно посмотреть только на Смотрите, что панда делает Смотрите Просто рейдеры были, рейдеров нет Жесть 1-1 Без шансов тут вообще, вообще без шансов Сейчас второе дыхание Ну, в смысле, третье Оп Ну и маршем идти в атаку Какие проблемы У панды две бутылки маны Еще шлемак Отменяется снова база оркам Скоро, кстати, золото закончится уже Килджи говорит, у меня как и плюс такая функция есть Старая графика работает на Windows XP Да Панда снова в невидимости Невидимость халявная Дыхание кривое Ну, сейчас Лин пытается уже сплитить, знаете, в разные стороны Не куча нападать Чайник хороший Хилвард Раз-два И сразу проблема То есть у шаманов Смотрите, как они догорают Они были полные Свиток лечения Да нельзя отсюда отступать Чайник просто Он спокойно должен додавливать Свиток отличный после вейва Сейчас шаманов можно сдуть справа Если бы изкинул сначала винные пары У него хватало маны А потом дыхание То шаманы бы сейчас догорали медленно Ну, и додавливает Сейчас будет дыхание Смотрите, там все красное И сплитит, сплитит, сплитит Лин И дыхание Ой, минус два шамана Красиво Красиво Уже пытается окружить Но это панты не нужны абсолютно Скорее панду можно потерять Этин вулл, дыхание минус два шамана Но она тут все делает вообще Все делает Что надо Отличный герой Особенно против орков Которые привыкли играть в Ай, телепортироваться К сожалению, приходится Просто разуплотнение Один герой против всей армии Мне какой-то премиум подарил Думал, хоть месяц Варкрафт на старой графике посмотрит Тут облом Да это один такой турнир С новой графикой Большинство проходит по классической Просто приходи Если совсем ее не перевариваешь На следующей неделе Когда будут турики Потому что до конца этой недели Будем голд смотреть Ну, все равно как бы Потому что голд Главное событие сезона Я не знаю, какие конкретные Но, как обычно, будут Слоу-слоу-слоу-слоу-слоу-слоу Ой, сейчас кастер развалится у Хумана Или Архмаг развалится Все доключения Маны уже нет О, Форсера есть Надо с полбрекерами окружить Какой-нибудь ФС А кажется, он и идет так А, рейдер окружил Ой, как драма-то подвинул От Кадоя Видели? Что типа панду Кадоя не съест А брекер уходил Да там Кадоя ел брекера И окружение спадало Ой, как хорошо пытается пробрить Не, Лин даже из такой ситуации Понимаете? Шестой Таурен Он выруливает из такой ситуации Похоже Офигеть А на коровы главное Просто не трогать сейчас Ни в коем случае не трогать корову Она бешеная База достраивается А там шахты закончились Ой, армия рабочих, смотрите Такие В атаку В атаку А панда И пьяные все и горят Ой, шестая панда Откормил И панда ультует Сейчас циклоны там Туда-сюда Таунты О, окружай Форсирала Майво ГГ пишет Лин Офигеть Вот это Хорошая игра Повторюсь Нет контры К панде Через шаманов Только через передволкеров Только через передволкеров Но, к сожалению, с таким счетом Увы, Хавк все равно не выходит из группы Тем не менее Мы посмотрим, конечно, его матч Следующий будет О, ко мне заглядывает кот Давай, бастер Ах ты моя маленькая Уже не маленькая, конечно, но Ой, Мика, привет Почему Лин не перестроился в волкеров Не знаю Иногда Тебе проще Что-то поменять По мелочи В стандартной стратегии Из-за тайминга Из-за привычки Из-за особенностей микроконтроля Вот эти вот все темы С Пурджем С Лайтнинг Шелдом Это же все отработанные вещи То есть ты На них тоже делаешь ставку И ты понимаешь Что если ты свичнешься Резко Может Это больше игре навредить Поэтому Вот Но объективно просто Шаманы С винными парами Сделать ничего не могут А игнорировать, видите Вы их на дистанции не можете Как только лимиты увеличиваются Сразу начинаются проблемы Вот такие вот Раз, два И все И у тебя там 4-5 юнитов Вырубаются просто из битвы Получая хороший урон Еще при этом Может быть стоило раньше Таурену переучиться на вейв И начать закидывать Кастеров и героев Ну такое О, как вейв прошелся Классно Причем Чимико ничего такого Выдающегося в плане микро Не делал, да? То есть там окружения Особо диких не было Херакилов не было Херакилов не было Да, спасал периодически своих героев Но в целом работал Вот просто по армии То есть стенка брейкеров Пандарийский Кастеры сзади Вовремя прожимаем свитки Это по сути Основная его задача С которой он справился С которой он справился Безусловно Вот, все остальное Делала панда Мать Кот проконтролировал Кот, между прочим И продолжает Те контролировать Она ко мне заглядывала На задних лапах Типа вот так Можно ко мне Или нельзя Конечно, можно Бастет Колбастет Не бойся Все нормально Ты же не на руках Все в порядке В порядке Она всегда смотрит За перемещениями Людей И вот момент Когда Это еще панду Подрезали по урону Но здесь она Не только по урону Но и по дебафу Самое главное